МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Протесты, переходящие в изначальное столкновение с полицией, обычное дело в Каире. Но теперь еженедельные митинги в поддержку свергнутого президента Мухаммеда Мурси проводят студенты. Поддерживаемое военными правительство запретило подобной демонстрации, заявив, что они провоцируют рост терроризма. Студента Асаму задержали после экзамена в январе. Он говорит, что полиция применяет чересчур жесткие методы. Полиция пришла спустя три часа после столкновений и задержала студентов в здании университета. Их пытали в полицейском участке, держали в туалетах, и любой полицейский мог их ударить. Это был своего рода ритуал. Правозащитники утверждают, что применение жестких мер один из методов запугивания. Для этого они выставили вокруг ведущих университетов страны вооруженных сотрудников полиции. В октябре прошлого года было арестовано более тысячи студентов. Некоторые из них были приговорены к длительным срокам заключения. Они опасаются, что захват университетов означает приостановку процесса обучения. Здесь у Каирского университета проходят многие кровавые столкновения между студентами-сторонниками Мурси и силами безопасности страны. Несколько дней назад здесь был убит студент Мухаммед Адель. Это уже 14-й погибший студент с сентября прошлого года. По мнению критиков, последнее подавление студенческих протестов – самые жестокие со времен правления Хосни Мубарака. Однако власти возлагают вину за насилие на юных протестующих, которых якобы потолкнули к этим действиям братья-мусульмане. Студентов считают частью плана братьев-мусульман по дестабилизации обстановки в стране. – Они используют студентов и призывают их к беспорядкам и насилию. Они принуждают их атаковать и сжигать максимальное число полицейских автомобилей и грузовиков с солдатами с целью ослабления и деморализации полиции. Однако Осама утверждает, что не связан с братьями, а людей арестовывают безо всяких причин. – Я боюсь быть студентом. Каждый день я иду в университет и знаю, что меня могут схватить. До экзаменов осталось всего несколько недель. Они совпадут с президентскими выборами, победу на которых, как ожидается, одержит бывший глава Вооруженных Сил страны Абдель Фатах Аль-Сиси. Надежда на урегулирование конфликта крайне мала и недовольство правительством продолжает расти. Белл Трю, РТ, Каир.